Новый министр здравоохранения Алексей Цой представил свой план борьбы с коронавирусом. И самым эффективным методом он считает четырехнедельный локдаун, проще говоря, строжайшую изоляцию. Что это даст и как изменятся подходы по выявлению зараженных и лечению больных. Об этом Алексей Цой сегодня рассказал на первой своей пресс-конференции в качестве главы Минздрава. Материал Зарины Беремкул. Министр здравоохранения, назначенный меньше недели назад, представил новый план по исправлению эпид-ситуации. Во время совещания президента с Кабмином он поделился своим мнением о том, почему ситуация вышла из-под контроля. Алексей Цой считает, что частая смена рекомендаций Минздрава привела к утрате доверия населения. Новый глава ведомства представил 10 мер и свой прогноз ситуации. Цой считает строжайшую изоляцию на месяц самым эффективным методом. По прогнозам Минздрава эпид-ситуация может развиваться по трем сценариям. Первый, если все оставить как есть, то уже к концу августа каждый день в Казахстане будут выявлять по 27 тысяч заболевших. Им потребуется 300 тысяч больничных коек. Во втором случае, если ввести на две недели жесткий карантин, то зараженных будет меньше – до 7 тысяч в день. Для них нужно будет подготовить 80 тысяч коек. Третий вариант – это четырехнедельный локдаун, то есть строгая изоляция с запретом покидать дома. И даже в этом случае будет прирост, но минимальный – всего 2,5 тысячи пациентов в день. Они займут 30 тысяч мест. Это то, что у нас есть сейчас. Глава Минздрава советует придерживаться третьего сценария, но решение пока не принято. К президенту должны поступить предложения всех министров. И, скорее всего, завтра межведомственная комиссия озвучит итог. Сегодня же Алексей Цой впервые в качестве министра рассказал о том, как решаются накопившиеся проблемы. Дополнительно к покупке 1 миллиона 200 тысяч тестов приобретут 20 ПСР-анализаторов. Это ускорит процесс. В регионах тестировать на ковид будут прямо в машинах скорой помощи. Умерших от ковид теперь будут хранить на любых кладбищах, но строго соблюдая санитарные меры. Для перевозки больных создадут службу коронатакси. Остро стоит проблема нехватки бригад и машин скорой помощи. В настоящий момент заключены договора на поставку 807 автомашин скорой помощи отечественного производства. Также отрабатывается опыт зарубежных стран по поводу коронатакси с привлечением сил автопарков, автотранспорта, немедицинских организаций. В Минздраве подготовят памятки для лечения на дому и внедрят дистанционные консультации. Отсутствие полезной информации привело к ажиотажу в аптеках. В ведомстве срочно закупают жиропонижающие препараты, которые смели с полок. Обещают оснастить больницы всем необходимым оборудованием, в том числе ИВЛ, КТ и рентгенаппаратами.